всем привет сегодня мы для вас снимаем скобки вообще скобки это не самый простой элемент но так как многие просят показать показывать все элементы то мы постараемся максимальных упростить для того чтобы они были доступны всем и покажем вариации как можно их выполнять тем кто уже достаточно уверенно катается вообще скобки стоит учить если вы уже спокойно делаете троечные повороты дуги и все самые базовые элементы фигурного катания но вообще любители есть у них такая фишка они просят все самые сложные элементы с самого начала учить сразу прыжки из их числа то я постараюсь для вас максимально облегчить выполнение скобок сначала мы начнем изучать на двух ногах потом перейдем на одну ногу вы понимаете что скобки выполнения этого элемента будет тем проще чем у вас будет шире больше радиус круга по которому вы катаете более плоская дуга выполнения скобки проще поэтому мы начнем с простых дуг ну что еще мы начнем самый простой дуги дуги назад внутрь и будем делать скобки самые простые скобки назад внутрь ну что поехали всем привет кого не видела ну что начнем со скобок назад внутрь предлагаю начать на двух ногах сделать такую небольшую гармошку просто попробовать чередовать поворот пятка носок это то что вам понадобится при выполнении самого простого упражнения скобочного которые все делают тройка скобка мы не будем начинать сразу одну скобку мы будем делать тройка скобка тройка скобка выглядит вот так чтобы сразу поняли о чем идет речь отлично ну теперь попробуем сделать на двух ногах смотрите на ход назад ноги держим максимальном месте на ход назад поворот будет на пятках раз здесь поворот на носках максимально утрирую пятка носок пятка носок пятка носок руки держим все время в одном положении еще раз пятка носок пятка носу ну а теперь если все понятно мы готовы попробовать сделать на одной ноге на ход назад еще раз напоминаю что эти упражнения тройка скобка насаживаются на дугу назад внутрь то есть вспомните как делается дуга вот эти вот вещи да которые мы делали кто не помнит посмотрите видео сейчас вам подсказка вылезет на эту дугу мы насаживаем тройку назад внутрь раз а потом у нас будет уже сама скобка вот отсюда я на носке поворачиваю обратно это будет скобка для тех у кого возникает вопрос в какой части дуги делать повороты сейчас я постараюсь детально объяснить многие думают что поворот делается на середине дуги на самом деле это не так если мы возьмем вот это дуга да я начертила не знаю и так вот я начертила дугу вот ее середина вот этого часть поворот троечный тройка назад внутрь делается в первой четверти вот здесь вот вот здесь мы делаем поворот на пятки раз и на середине дуги у нас будет обратный поворот на носке еще раз покажу я боюсь не получилось одна четверть прошла дуги здесь делаем стройку проезжаем чуть-чуть делаем скобку поворот обратно и остальную половину дуги просто доезжаем и если мы будем делать переходя с ноги на ногу то та та же история начинается на другой ноге я попробую самое главное что нам нужно знать вам нужно корпус заворачивать туда куда вы хотите повернуться чем лучше вы его развернете тем лучше у вас развернется нога давайте для начала попробуем поделать на одной ноге помогая себе зубчиком другой то есть после полного выполнения упражнения тройка скобка мы будем подталкиваться зубчиком другой ноги почему сначала на одной потому что легче мы будем держать корпус развернутым на камеру я буду держать да мне не нужно будет перекручиваться это легче и помните что двигаемся мы по дуге конечно не по прямой и так я начинаю очень нужно хорошо повернуться раз подтолкнулась сразу подтолкнулась ну а теперь если готовы можем попробовать без подталкивания свободной ногой регулируйте насколько вы можете если можете сделать два упражнения без подталкивания отлично если три отлично то есть начинаете с одного упражнения зубчиком подтолкнулись потом добавляете и так сколько сможете про другую ногу конечно же не забываем обязательно ее тоже отрабатывать сейчас попробуем сделать попеременно с одной и с другой ноги будем менять ногу здесь основная трудность состоит в том что вам придется перекладывать корпус так 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 кто хочет накачать пресс советую делать упражнение тройка скобка тройка назад внутрь и скобка вперед наружу наружу ну что поехали и 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 в и и и и перейти на другую, подряд я имею ввиду. Сколько раз вы сделаете на одной ноге подряд, регулируйте сами, сколько сможете. Раз, два, три, четыре сделаем. Первый был халтурный, подтолкнулась. Раз, два, три, четыре. Фу, спасибо. И на другой. Раз, два, четыре. Ну и на этом давайте закончим. Это лишь небольшая часть. Мы сделали упражнение тройка-скобка. Может быть, в следующий раз попробуем поделать чистые скобки. Это гораздо сложнее. И что-нибудь туда еще присобачим, чтобы были связки, чтобы было поинтереснее. Я желаю вам удачи на льду, в ваших тренировках и жду вас на следующих уроках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok